Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Львир Фазлиева. И сегодня мы покажем, как Лада на полном ходу врезалась в столб. Остановись! Куда? Куда? Пострадал водитель и его беременная супруга. Первая и последняя авария за 40 лет водительского стажа. Он давно за рулем, наверное? Давно. Никогда не был подлога? Нет, на автобе работал. По одной из версий, лепту в трагедию могло внести и плохая дорога. Уехать не смог, пытался убежать. Я такси заказал. У меня есть номер, если любой, такси заказан. Сидел ли за рулем нетрезвый владелец иномарки? И подробности гибели опытных парашютистов. Ужа! Версии трагедии. Это и не только. Прямо сейчас. Беременная женщина и водитель автомобиля Лады X-Ray пострадали в результате аварии на проспекте Амирхана. Автомобиль на полной скорости вылетел с дороги, снес ограждение и врезался в столб. Все зафиксировал видеорегистратор, установленный в автомобиле. Съемки посмотрела Алина Бережная. Подрезали меня. Подрезали? Да. А как, вы домой направлялись, наверное, или как? Я ехал домой с супругой. Водитель автомобиля X-Ray рассказал, направлялся со своей беременной супругой домой. Говорит, на проспекте Фатыха Амирхана его подрезал какой-то автомобиль. Какой именно, разглядеть не успел. Постарался уйти от столкновения, вывернул руль, но не справился с управлением и врезался. На съемках с видеорегистратора не видно, что Баладу кто-то подрезал. Наоборот, водитель стал резко ускоряться. На просьбы жены остановиться не реагировал. И чуть ли не протаранил впереди идущую машину, уходя от столкновения с ней и потерял контроль над автомобилем. Остановись! Удар! Удар! В момент ДТП также видели множество людей. Первыми подбежали и предложили свою помощь. Рассказывают, удар был сильным и даже сработавшие подушки безопасности не спасли людей от травм. В результате ДТП водитель получил ушиб рудной клетки, растяжение связок шейного отдела позвоночника. Его 44-летняя беременная супруга с закрытым переломом травмы, ключицей и ушибом правого бедра доставлено в больницу. А что ты жал? Стижал с нами. Увидели больницу. Сейчас произошедшим предстоит разбираться с сотрудником автоинспекции. Сделать это с учетом запись момента аварии, видимо, будет нетрудно. Вероятнее всего, водителю придется самому восстанавливать свое имущество, а также поврежденный забор и столб. Алина Бережная, Нафиса Минязова, Адельмула Ахметов, Вызов 112. Серьезная авария произошла сегодня на проспекте Ямашево. Водитель БМВ на полной скорости врезался в КамАЗ, который очень медленно двигался по левой полосе. Цистерна снабжала водой рабочих, моющих дорожное ограждение. По словам очевидцев, в аварии виноват сам водитель иномарки. В результате столкновения у легковушки сильно пострадала передняя часть. У грузовика задняя левая сторона и повреждена труба для подачи воды. Содержимое баков стекало на дорогу. Сейчас участников ДТП ждет разбор в ГИБДД. Задержали пьяного водителя, но мужчина стал утверждать, что за рулем не сидел, а машину у него вовсе. И украли вместе с крупной суммой денег и документами. Застрявший в яме на обочине Форд Фьюжн привлек внимание автоинспекторов на улице Лукина. Полицейские остановились, чтобы помочь мужчине. Однако, подойдя ближе, заметили, что он сильно пьян. После чего он пытался скрыться, но не смог. Нафиса Минязова узнавала все детали произошедшего. Застрявший на обочине Форд Фьюжн автоинспекторы заметили на улице Лукина. Мужчина безуспешно пытался выехать из ямы. Сотрудники ГИБДД остановились, чтобы помочь ему. При этом заметили, что водитель сильно пьян. Спросили у него документы. Предъявлять их водитель не стал, а лишь попытался убежать с места происшествия. Спустя некоторое время его обнаружили. Тогда он стал утверждать, что за руль не садился. И стал рассказывать, как провел день. Я вот машину поставил. Вот возле знака, да, получается? Запарковался, да. Зашел в 115 квартиру, где муж моей первой жены, который живет. Мы ему помогаем, он там же не валит. Рашид Шаихметов рассказал, что припарковал машину у подъезда и зашел в гости. Не отрицает, выпивали. Но говорит, что после застолья за руль не садился, а вызвал такси. Если выпил, я говорю, ладно, я такси заказал. У меня есть номер на телефоне, такси заказанный. Однако, выйдя из дома, увидел, что его автомобиля нет на том месте, где его оставил. Более того, мужчина обеспокоен тем, что из машины украдено 450 тысяч рублей и все документы. К слову, автоинспекторы уверены в обратном и утверждают, что мужчина был за рулем сам. Доказать это будет несложно. На руле остались отпечатки пальцев водителя. Проходить проверку на алкотестере он отказался. Сейчас ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком до двух лет. На Фесса Минязова, Дельмулахметов, Вызов 112. Попала под колеса. На нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Ибрагимова 33-летняя автоледи, управлявшая Hyundai Solaris, сбила 35-летнюю женщину. Водитель иномарки свою вину признала и отметила, что пешехода просто не видела. Пострадавшая с ушибом мягких тканей грудной клетки, закрытым переломом левой лучевой кости и сотрясением головного мозга, госпитализирована в больницу. 55-летний мужчина скончался на месте, не справившись с управлением и вылетев с дороги около села Прости в Нижнекамском районе. Пассажир, превратившийся в кучу металла легковушки, был госпитализирован. Сейчас его жизнь вне опасности. По одной из версий, немалую роль в трагедии могло сыграть состояние проезжей части. Альбина Минибаева с места событий. Груда металла. Все, что осталось от ВАЗовской восьмерки, родственники не могут поверить в случившееся. Опыт вождения у мужчины был 40 лет. За это время не было даже мелких аварий. Он давно за рулем, наверное, да? Давно. Никогда не был подобным? Нет, на автобе работал. Автомобиль вылетел с дороги в районе села Прости. Трасса здесь очень плохая. Повсюду ямы и выбоины. По одной из версий, водитель не справился с управлением и машина улетела в кювет, несколько раз перевернувшись. Водитель погиб на месте, пассажир доставлен в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Альбина Менебаева, Эльвира Софиулина, Максим Липин. Вызов 112. Подозреваемый в убийстве директора магазина сантехники в Казани задержан. 27-летнего молодого человека полицейские разыскали в Нижнекамске, откуда он родом. Напомним, тело мужчины с четырьмя ножевыми ранениями в минувшую пятницу обнаружила сестра погибшего, пришедшая утром на работу. В воскресенье предполагаемый убийца уже давал в полиции признательные показания. Рамиль Шайдулин узнал мотивы. Подозреваемый рассказал, что вечером захотел покурить. Зашел в этот магазин, спросил у мужчины сигарету. Жил рядом. Начавшийся разговор продолжился за бутылкой спиртного. Затем был конфликт и директор магазина, по словам задержанного, первый схватился за нож. Все остальное было самообороной. Смог выхватить оружие и нанес несколько ударов. Директор погиб на месте. Его тело с четырьмя колотой резаными ранами на следующее утро обнаружила сестра. Вскоре сотрудники полиции установили личность возможного подозреваемого. Им оказался 27-летний уроженец Нижнекамска, проживающий в Казани. По месту жительства мужчины не оказалось. Нашли его в родном городе. Там же и задержали 20 мая. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с податственным избранным отношением подозреваемого. Меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если вина в умышленном убийстве будет доказана, ему грозит провести за решетки от 6 до 15 лет. Рамиль Шайдулин, Эфиса Минязва, Константин Бушуев. Вызов 112. Два опытных спортсмена погибли в Мензелинском аэроклубе во время прыжка с парашютом. Трагедия произошла днем 19 мая. В полете пересеклись их траектории. Люди столкнулись друг с другом в воздухе. Сегодня предполагаемую версию причины их гибели высказали представители аэроклуба. Проверку проводит и следственный комитет, опираясь в том числе и на видео того прыжка. В объектив попал и момент трагедии. Станислав Яковлев продолжит. По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 до 1500 метров, после чего должны были раскрыть парашюты. И в этот момент один из спортсменов врезается в раскрытый купол другого. Стропы переплелись. В результате удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте. Луша! Приземление было очень жестким. Мужчины получили смертельные травмы. В результате полученных повреждений один из мужчин скончался в корейце скорой помощи, второй в больнице. Одному из них было 34 года, второму 48, жителе Казани и набережных Челнов. Проверку по факту их гибели проводит и сам аэроклуб. Ситуация пока оценивается как ошибка парашютистов. Притом мы оцениваем пока предварительно как грубое идет следствие. Погодные условия, авиационная техника, инструкторский состав. Все было штатно, согласно нормативным требованиям и документам, регламентирующим нашу деятельность. В настоящее время работа Менделинского аэроклуба приостановлена. Когда спортсмены-парашютисты смогут возобновить прыжки, руководство пока ответить затрудняется. Станислав Яковлев, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Вызов 112. Полицейские в Казани изъяли крупную партию наркотиков. По подозрению в покушение на сбыт запрещенных веществ, был задержан 27-летний казанец. По версии стражи порядка, ранее судимый мужчина, находясь в лесном массиве вдоль трассы М7, забирал наркотические средства из закладок для дальнейшей продажи мелкими партиями. При задержании у него изъяли порядка 40 граммов гашиша и 50 граммов амфетамина. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере, возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Или на мобильной 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.